Итак, если вы, остановитесь, да, если у вас есть какая-то вещь, которую вы купили, не знаете, кто ее носил, и там, может, не знать, там, какое-то проклятие, не проклятие, ну, конечно, если вы знаете, допустим, конкретно, что ее носил больной, тяжелой болезнью, чумой там или кем-то, ну, можете не одевать, да? Ну, если некоторые, я знаю некоторых верующих, лично знаю некоторых верующих, в том числе и членов моей семьи со стороны Бриксов, которые никогда не покупают одежды из гуманитарки или какой-то другой, потому что боятся, что там нечистоту какую-то получат или болезнь, вот, а я вам говорю просто, покупайте то, что вам нравится, если она хорошая, да, каким-то образом вы ее просерилизуете, почистите, промойте, там, простираете, и не забудьте благословить, да? Вот, если там посмотрите в седуре благословения, если нет, в произвольном масштабе, благословен ты, Господь и Бог, Царь Вселенный, который дал мне это чудесное пальто, которое я буду долго носить, или эти прекрасные тупли, которые я, как Моисей, уже ношу в пустыне, они все, как новые, да, и так далее. В общем, благословите, и радуйтесь, и пользуйтесь, и никаких проблем у вас, пусть по этому поводу не будет, хорошо? Так, следующее благословение, которое идет в группу благословений, это Биркот Ходаа. Что такое Ходаа? Да, мы говорим Тода Раба, да, Моде Ани Лифанейха. Ходаа – это благодарность. Это, например, утреннее благословение. Когда мы встаем, есть такое благословение, или благодарение Господу, оно не подходит под эту. Мы будем чуть-чуть, совсем позже, немножко разбирать это. Итак, различные благословения благодарности. За что? За то, что Бог сделал нас такими, как мы есть, да? За то, что Бог дал нам новый день. За то, что мы можем ходить на собственных ногах, да? За то, что мы можем славить Господа. За все, за все, за все. Много есть таких. И все эти благословения относятся к группе Биркот Ходаа. Здесь нужно говорить Китшонуби Митсватав и так далее. То есть, не нужно, да? Вот Китшонуби Митсватав мы только говорим о тех, которые связаны с заповедями, с выполнением определенных митсвот. Итак, хорошо. Значит, если мы берем Биркот Ханегейн, у нас какая формула? А плюс С. Если мы берем Биркот Ханегейн, вот какая формула? А плюс Б плюс С. Ну, у вас это может быть в тесте Г, Д и так далее, да? В зависимости от ситуации. И если мы Хода А, опять А плюс что? Плюс С. Бук Б у нас не будет, да? Хорошо. Теперь, пожалуйста, если можно, мне Сидур мой. Я с него тоже преподаю. Старайтесь иметь Сидур какой-то. Это очень полезно. В особенности вот такой Сидур мне нравится, потому что здесь есть и песни традиционные, и много-много других вещей. Так, можем стирать вот эту верхнюю часть? Можно. С нижней мы еще не дошли до него. В верхней части. Итак, представим себе. Вот мы встаем утром. И мы, говорили, уже начинаем благодарить и славить Господа. Потому что не все люди доживают до утра. Об этом мы уже говорили, да? И мы говорим так. МОДЕ. МОДЕ. А женщина говорит как? МОДА. Наверное, отсюда слово МОДА. Значит, МОДЕ – ОНИ. А женщина говорит МОДА – ОНА. ОНА, да? То есть МОДЕ – ОНИ и МОДА – ОНИ. ОНИ всегда ОНИ. МОДЕ – ОНИ, женщина говорит. Так, БЛАГОДАРЮ. Что? Я. Так, ЛЕФАНЕЙХА. ЛЕ-ФА-НЕЙХА. БЛАГОДАРЮ Я ТЕБЯ или ПЕРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ, если дословно, да? ЛЕФАНЕЙХА – ПЕРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ. Так. ЦАРЬ КАКОЙ? МЕЛЕХХАЙ ВЕКАЯМ. Так. МЕЛЕХХАЙ ВЕКАЯМ. ЦАРЬ ЖИВОЙ И ВОСКРЕШАЮЩИЙ. ПОТОМУ ЧТО, ГОВОРИТЕ, КАЙ, 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 да? МЕЛЕХ, МЕЛЕХ, ИЗРАЕЛЬХАЙ ВЕКАЯМ. И когда прославляют КАЙ, видите, это вопль, ВОСКРЕСИ, ПРОБУДИ, да? ВОСКРЕСИ, ПРОБУДИ. А НЕВЕРУЮЩИИ ХОДЯТ ВОЗИ, И ГОДЯТ, ВОЗИ, И ГОДЯТ, ВОЗИ, И ГОДЯТ, А ШЕ ОНИ ДЕЛАЕТ? КАЯТСЯ, да? А это КАЙ, значит, ПРОБУДИ, ВОСКРЕСИ, да? ЗНАЧИТ, ХСАЙ ЖИВОЙ И ПРОБУЖДАЮЩИЙ, ИЛИ ВОСКРЕССАЮЩИЙ, ШЕ, ШЕ, ХЕ, 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 ХЕРОЙ, ХЕ, ХЕ, ХЕРОЙ, ХЕ, ХЕРОЙ, ХЕ, ХЕ, ХАЗАР, ТА, ШЕ, ХЕ, ХЕРТА, БИ, НИШМАТИ, ТИ, БЕХЕМЛА, СУВЕТУЮ ВАМ ЭТО ВЫУЧИТЬ И НАЧИНАТЬ С ЭТОЙ МОЛИТВЫ, ПОТОМОШЕ Я ЕЁ БОРМОЧУ ЕЩЕ ДАЖДА, КАДА, КАДА, КАДА НЕ ПРОСНУЛСЯ, У МЕНЯ ЖЕНА ВСЕДАЛИ, ЧТО ТЫ ЭТО В БУРКОТИШУТРОМ, Я ГОРОЙ, Я ВОЛЮСЬ, СЕ, ХЕ, ХАЗАРТА, БИ, НИШМАТИ, БЕХЕМЛА, ИЗИ, КОРЕНЬ ХАЗАР, ПОМОВИТЕ, МЫГО КОГУ? МНЕ, ДА? ШЕХЕХЕХАЗАРТА, БИ, БУКВАЛЬНО В МЕНЯ, БИ, В МЕНЯ, ХЕХЕХАЗАРТА, БИ, НИШМАТИ, ЗАЧИТ, ВЕРНУЛ ВО МНЕ, ИЛИ ВВЕРНУВ МЕНЯ, КАКУЮ ДУШУ? НЕ ШАМА, НИШМАТИ, ДУШУ МОЮ, БЕХЕМЛА, ГАМЕЛЬ, ДА, ПО СВОЕМУ ИЗВАЛЕНИЮ, ПО СВОЕЙ МИЛОСТИ. Благодарю Тебя, ЦАРЬ ЖИВОЙ И ВЕЧНЫЙ, ИЛИ ЦАРЬ ЖИВОЙ И ОЖИВЛЯЮЩИЙ, ДА, ЗА ТО, ЧТО ТЫ ВЕРНУЛ МЕНЯ В ДУШУ МОЮ, ХАК, ПО СВОЕЙ МИЛОСТИ, ПО СВОЕМУ ИЗВОЛЕНИЕМ, МОЖНО ТАМ ПО-РАЗНОГО ПЕРЕЗАЙТИ, АРАБА ЭМУНАТЕХА, РАБА ЭМУНАТЕХА, ЧТО ТАКОЕ ЭМУНА, ВЕРА И ВЕРНОСТЬ, ДА, ПО ЭТОМ МОЖНО ПЕРЕВИСТИ ТАК, ВЕЛИКА ВЕРНОСТЬ ТВОЯ, А ДРУГИЕ ПЕРЕВОДИТ, ВЕЛИКА МОЯ ВЕРА В ТЕБЯ, И ТАК, И ТАК, ПРАВИЛО, И ТАК, ДАВАЙТЕ, СЛУХ, МОДЕ ЖЕНЬ, ЧТО ГОВОРИТ МОДА, МОДЕ АНИ ЛЕФАНЕЙХА, МЕЛЕХАЙ ВЕКАЯМ, ШЕХЕХЗАРТА, БИ НИШМАТИ БЕХЕМЛА, РАБА ЭМУНАТЕХА, Вот, это мы еще произносим, не встав в постели. Затем мы идем и моем руки. И у евреев ортодоксальных, у них там, вы знаете, они страшно боятся скверниться, поэтому они ставят тазик для омовения рук. И тазик этот должен стоять не дальше четырех шагов. Отсюда известна еврейская песня. До тебя мне идти далеко, а до смерти четыре шага. Потому что, если мы нечистыми пройдем дальше, да, вы понимаете, говорят, что нечистота скапливается ночью у людей. Особенности, когда они руки под одеялом держат. Да, это серьезно, вот здесь так и написано. Вот, поэтому мы должны, значит, вот, возне человек не контролирует движение своих рук, а руки, которые прикасались к тем частям тела, которые обычно приклеиты одеждой, следует омыть. Так я перевожу. Значит, до омовения рук нельзя дотрагиваться до глаз, ноздрей и так далее. И до священных книг, и говорить о святых вещах. Некоторые авторы считают, что понятие четыре шага включает вся комната или даже вся квартира. Таким образом они разрешают дойти до умывальника. Ну, я вам в любом случае разрешаю дойти до умывальника, если даже больше четырех шагов, да? А потом надо мыть руки. Итак, на омовение рук, какое мы просносим благословение. Помните, омовение рук – это заповедь? Да, ну, это заповедь считается. Барухата Аданай Элагену, да? Мелиха Аляам. Дальше. Ашер Кичану, ашкиназы кишка, кишану цивану могут сделать удаление. Так и так правильно. Ашер Кичану бе Митвата, ве цивану. Аль Нитилат Едэм. Аль Нитилат Едэм. Руки также моются обязательно перед благословением хлеба. Если вы что-то другое благословяете, там не всегда. Но если вы хлеб благословяете, да? У вас должны быть чистые руки. И видите, Аль Нитилат Едэм. Буквально здесь омовение мы переводим в рук, а буквально возношение рук. И есть такое, что мы должны возносить руки в молитве как чистые, да? Руки должны возносить чистые. Поэтому я думаю, что Нового Завета эта заповедь тоже касается. Тем более, что это полезно для здоровья, да? Как говорил Маяковский, мойте руки перед едой кипяченой водой. Хорошо. Так. Теперь, если нам нужно сходить в туалет, мы должны прославить Господа. Обязательно. Есть благословение после посещения туалета. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который мудро создал человека, сотворив его тело с необходимыми отверстиями и внутренними полостями. Явно и ведомо тебе, что если откроется одна из полостей, то есть из дырка, допустим, в животе будет, или закроется одно из отверстий, то ни единого часа человек не сможет существовать и стоять перед тобой. Благословен ты, Господь, исцеляющий все живое, дела которого чудесны. Хорошее благословение. Следующее благословение. Мы должны благословить душу свою, да? Идет благословение души. Помните, я вам уже говорил, Бог мой, душа, которой ты даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, ты сформировал ее. Ты вдохнул ее в меня, и ты сохраняешь ее во мне, и ты в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в мире грядущем. И все время, пока душа в теле моем, благодарю я тебя, Господь, Бог мой, и Бог отцом моих, владыка всех творений, властелин всех душ. Благословен ты, Господь, возвращающий души в тела умерших. Видите? Если мы приступаем к чтению Торы, тоже есть благословение. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дарующий Тору. Как произнесите? Давайте. Так. Если чтение Торы происходит публично, перед этим есть такое вступление. Но я, опять-таки, его не делаю, потому что, ну, если была более ортодоксальная у нас такая группа, да, я бы больше, допустим, делал, говорит призывающий, да, Бархуэта-данэга-мэ-вэра, да, и община что должна отвечать? Бархуэта-данэга-мэ-вэрэх, ля-лям, ва-эт. Так? А потом, Бархуэта-данэга-элэгэйна-мэлих, га-лям. Так? Да. А, мы уже не будем переписывать полностью. Ашер Бахар Бану, Микольгамим. Вэ-на-тан, лану, э-т-то-ра-то. Бархуэта-данай, нот-эн, га-т-ра. Здесь «мэлэгалям» второй раз не произносится, что не сильно затягивается. Нот-эн, га-т-ра. Так. Ашер Бахар Бану, который избрал нас, буквально в нас, да, Бахар Бану, МИКОЛЬ ГААМИМ Из всех народов ВЕ НАТАН ЛАНУ ЭТ ТОРАТО И дал нам Кого чего предлог ЭТ Не переводится ТОРАТО Его ТОРУ, то есть свою ТОРУ ТОРАЧА Его В еврейском языке нет слова СВОЯ Есть МОЯ, ТВОЯ и так далее ЭТ ТОРАТО БАРУХ АТА АДОНАЕ НОТЕН ГАТАРА Видите, в первом случае Мы произносим НАТАН А в втором случае Второй раз Произносим НАТЕН Какая разница между ними? НАТАН ДАЛ Но ТЕН ДАЁТ Видите, удивительная ТОРАК И вообще ВЕСТОНА И БИБЛИЯ Потому что, ну, какую-то мы книгу прочли Если бы потом прочитаем то же самое Ну, то же самое мы и прочитаем Правильно? А когда читаем Писание У нас каждый раз читается по-другому И Бог нам открывает что-то новое Поэтому Бог один раз дал нам ТОРУ на горе Синай А другой стороны, что Бог каждый день дает НАТЕН Это означает, что Он дает сейчас И Бог дает нам ТОРУ сейчас Дальше У нас различные благословения Которые связаны С различными делами Ну, вот если мы одеваем СИЦИТ, например Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной Освечивший Своими заповедь Заповедивший нам заповедь О ЦИЦИТ Значит О заповеди ЦИЦИТ ЦИЦИТ – это кисточки Но так как они находятся на ТОЛИТЕ То все благословляется вместе Потом вы помните, говорится Благословение утреннее Что Господь дал Наделивший сердце способностью Отличать день от ночи Первоначально В этой молитве стоял Дал петуху разум отличить День от ночи Но так как мы сейчас с петухами не встаем То Наделивший сердце способностью Отличать день от ночи Затем Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной За то, что Ты не создал меня ни евреем Ни еврейкой Или Благословение следующее Ты, наш Царь Вселенной За то, что Ты не создал меня рабом Или рабыней Мы здесь говорили Тут никакой дискриминации не идет Здесь просто говорится О нашей благодати И возможности служить Господу И мужчина говорит Что Ты не создал меня женщиной А женщина говорит Что Ты сделал меня по своему замыслу Вы знаете, что Бог по особому замыслу сделал женщину Вы знаете, женщина Он дал ей больше знаний И больше понимания Я Вам давал фильм Показал Это Тора об этом Яврейская мудрость Говорит Очень давно Да Он ее сделал Сконструировал Вот Адама Он просто так слепил Да, я леплю из пастелина Куклу клоуну Собак Если кукла выйдет плохо Назову ее дуреха Если клоуну выйдет плохо Назову его Адам Да Но Женщину Он сконструировал Он особо Да Дизайн Дизайн Такое слово Которое можно перевести Как дизайн Поэтому Женщины по особому Замыслу Бога созданы И в этом тоже благословение Поэтому Соответственно Сказано Замыслу Твоему Дальше Благословен Ты Господь Бог наш Царь Селены Раскрывающий глаза Слепым Значит Покэх Азрим Покэх Азрим Благословен Ты Господь Бог наш Царь Селены Одевающий Нагих Мальбим Арумим Мальбим Арумим Следующее благословение Я только Последнюю часть благословения Буду читать Освобождающий Узников Матир Асурим Царь Селены Расправляющий Согбенных Закеф Кефуфим Царь Селены Возвышающий Сушу над водами Направляющий Шаги человека Царь Селены Дальше нам Все необходимое Бог уже дал нам Все необходимое Правда? Мы просим Но мы знаем Что Бог уже дал нам Все необходимое Припоясающий Израиль Могуществом И так далее Идет 15 благословений Потом говорится Благословен Ты Господь Бог Наш Царь Селены Прогоняющий Сон с моих глаз И дремоту С моих век И да будет Угодно Тебя Господь Бог Наш И Бог Отцов Наших Приучить нас К изучению Твоей Торы И приобщить нас К выполнению Твоих Заповедей То есть Благословений Благословений Которые связаны Разные виды пищи Да И мы говорили Что перед тем Как есть хлеб Обычно Что мыют Руки Вот Можете мыть руки В любом случае Но обязательно И перед тем Как есть хлеб Потому что хлеб Это святыня Само название Лехем Включает в себя Жизнь Лехем Для жизни Это то Что есть Для жизни Вот видите Даже интересно Что вы знаете Помните Тот чудесный Медраж Который Сказал Рабе Василий Иванович Своему Ученику Толмиду Петьке Помните Он спросил Вот идет Говорит Война За что же Говорит Мы боремся За что же Мы убиваем Друг друга И тот Ему отвечает Говорит За жизнь За что Люди За что Люди на смерть Идут За жизнь Каждому Хорошей жизни Хочется Да Вот И еврейское слово Милхама Война Милхама За что За лехем Или Лехаем За жизнь Вот такое Интересный еврейский Медраж Вообще Василий Иванович Там много Есть таких вещей Да Я вам рассказывал Петька спрашивает Василий Иванович А ты православным Священником Можешь быть? Могу Петька Запросто Василий Иванович Ну а баптистам Можешь быть? Баптистским пастором Можешь быть? Малость подучиться Могу Могу Петька Ну А вот Пятидесятник Пастором Ты можешь быть? Подумал Нет Говорит Петька Не могу Языками Не владею Так что Есть много Таких Медорше Интересных Да Хорошо Вот Есть разные Виды Благословений И есть Благословения Более Высокого Качества И есть Благословения Более Низкого Качества Вот допустим У нас стоит Стол И много 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 Разных Всяких Вкусностей Да Вот И есть Среди них Хлеб То Начинается Всего С хлеба Да Начало Голова Да Поэтому Говорится Хлеб Всему Голова И это Не Придумали Какие-то Другие Народы Это Придумали Евреи Да Поэтому Если у вас Есть хлеб Значит Вы начинаете С благословения С хлеба Значит Как будет Благословение На хлеб Да Всегда Да Га Моци Га Моци Лехем Мин Ха Ариц Га Моци Моцарт Да Мин Ха Ариц Знаете Что Моцарт От слова Моца Происходит Да А вот Это Моде Моде Знаете Художник Был такой Модельяне Итальянский Моде Ле Ани Да У него Были Еврейские Корни Я не знаю Был ли он Кошерным Евреем Вот Га Моци Лехем Мин Га Ариц Моци Это значит Находить Или взращивать Да Взращивающий Хлеб Лехем Мин Га Ариц Вот Затем Не прерываясь На посторонние разговоры Берут в руки хлеб Да И произносят Благословение На него Тут же Макает Кусочек хлеба В соль И съедает Его Значит По еврейской традиции Хлеб Макает В соль И это тоже Не русская традиция А еврейская И хлеб Соль Называется Поэтому гостям Первое что подавали Всегда Хлеб И соль Чтобы Бог Мог Чтобы Мог Благословить Гость Так Хорошо Дальше Если у нас Есть Различные Блюда Из круп Но не связанных С хлебом Ну что Например Это может быть Могут быть Крупы Вареные Жареные Пареные В любом состоянии Поэтому Если у вас Сладости Какие-то Типа Пирожные Торт Наполеон Песочные Пирожные И так далее У вас будет Такое Задание Правильно Написать Благословение На какой-либо Вид Пищи Да Смотрите Каши Из злаков Да Вот Каши Из злаков Пирожное Печенье Торт Что мы Произносим Баре Миней Мезонот Да Мезонот Это значит Всякие вкусности Да А Это тоже самое Всегда Так И Боре Творящие Да Различные Вкусности Миней Мезонот Потому что После еды Мы Произносим Воруха Та Аданай Хазан Хазан Эдгаколь Да Благословен ты Господь Питающий Всех По своей Милости Да А ты Питаешь Свою Милостью Питаешь Милостью Живых А ты Питаешь Свою Милостью Знаете Это После Благословение После приема Пищи Итак Миней Мезонот Видите И Хазан Бог Хазан То есть Питающий Питающий Вот этими Самыми Мезонотами Питающий Мезонотами Хорошо Если У вас Есть Различные Да Следующая Так По старшинству По старшинству Идет Что у нас Итак Первое По старшинству Идет Хлеб Да Второе По старшинству Мезонот Идет Третье По старшинству Идет Вино Значит Если мы Благословляем Вино Или мы Благословляем Виноградный сок Или мы Хотим Съесть Виноград То есть Все что Содержит В себе Виноград Или виноградный сок То Произносится Одинаковое Словение Боре Боре Га Гефен Боре Опять-таки А Остается Да При Га Гефен На вино Виноградный сок Виноград И все Все что содержит Виноград Да Хорошо Вот Например У вас Виноград В шоколаде Да И как Вы благословите Виноград В шоколаде Как вино А если У вас Вишня Будет В шоколаде Как фрукты Правильно А если Просто Шоколад Так Все остальное Да Так Все остальное Хорошо Прекрасно Видите Вы уже Значит Готовитесь К тесту Вы уже Продвигаетесь Следующее Благословение На фрукты Видите Ну Мы говорим Да Фрукты Легумы По-молдавски Да А здесь Плоды Деревьев Или плоды Земли Значит Я вам уже Рассказывал Что Не зависит От высоты Дерево Трава Бывает Выше Деревьев Да Поэтому Такой Каверзный Вопрос Как вы будете Благословлять Банан Банан Это трава Да Потому что дерево Оно имеет Древесный стебель И кору А трава Не имеет Древесного стебля Да А смородину Как вы будете Благословлять Там есть Кора То есть Так как Плоды Деревья Да Я вам Устрою Такое Практикум По богословению Баре При Га Эц Эц Это Дерево Да Значит Плоды Чего Дерево Да Дерево Это значит Фрукты Хорошо Овощи Это что Плод земли Да Плод земли Это Баре При А Остается Везде Баре При А А Дома Это плоды Земли Арбуз Это что Плод Земли Картошка Плод Земли Морковка И так далее Да Это все Плоды Земли И банан Это тоже Плод Земли Хорошо А если у вас Все что не входит В эти Четыре первых группы Ше Га Коль Ниге Бедворо Ше Га Коль Коль Ниге За то что все Возникло Ниге Бедворо По его слову Бедворо В слове его Ше Га Коль Ниге И Ше Га Коль Ниге Бедворо За то что все Возникло По его Слову То есть Чай Водку Да Будете Благословлять Хорошо Смотря С чего Водка Изжито У нас Самогоноварение Изжито А у вас У москали А не Это у вас У москали Изжито А у нас Из буряка Да Хорошо Значит Запомнили Все что остальное Все что не входит В эти группы Да Значит По воле Божьей Возникло Все И Водка Водка Может быть Кошерная Но есть Водка Которая Не годится На Песах Вот На Пурим Можно Вот И вот Теперь Биркат Гамазон Биркат Гамазон Это После Того Как мы Кушали Да Вот Интересно Что читается Видите На реках В Илонских Сидели Мы и плакали Сначала Псалом Почему-то Странно Говорится Да Вот Почему же Мы радуемся И в то же время Мы плачем Да Но дело в том Что Мы когда Едим И когда мы Наслаждаемся Мы что Должны Мы Должны Вспоминать О голодных О плачущих Да И так далее Вот А потом Говорят А работай Хава Неверех Кто-то Кто ведущий Встает Да Встает И говорит А работай Хава Неверех Что означает Работай Это не значит Работы Означает Господа Вот такие Еврейские Господа Которые работают Господа Будем благословлять Или давайте Благословим Хава Да Давайте Благословим И Встает Иисус Сыщий Встает И ведущий Говорит Ехи Шем Адонай Мэварах Мэата Вэат Алям Пусть Имя Господа Будет Благословенно Во веки Веков А затем Говорят Ну давайте Я уже по-русски Просто Прочту Да Значит Благословен Господь Бог наш Чью пищу Мы ели И благами Которого Мы живем Ше Ахайну Мэшэло Уветово Хайну Значит Благословен Бог Чью пищу Мы ели Запишите По-русски Да И по благодати Которую Или благами Которого Мы живем И есть такая Песня Цур Мэшэло Ахайна Да Скала Из которой Мы питались И Дальше Да Да Дается Благословение Благословен Ты Господь Бог наш Царь Вселенной Который Дает пищу Всему миру И своей Милости Любви И состраданий Он дает Пищу Всему живому Ибо Милость Его вечно И по великой Доброте Не было У нас Недостатка В еде И пусть Не будет Никогда Потому что Ради имени Своего Великого Он питает Всех И творит Добро Каждому И заботится О пище Для всех Творений Своих Которых Создал Как сказано Он открывает Свою руку И насыщает Все живое Благодатью Благословен Ты Господь Питающий Всех Это уже Запишите Можете Просто Видите Тут есть Много Разных Разностей Барух Ата Адонай Хазан Хазан Эд Га Коль Гаколь А теперь Почему Вы думаете Хазанов Так много Говорил О кулинарным Техникам Еврейская Мысль Раз он Хазан Хазан Эд Гаколь Благословен Ты Господь И Бог Что Питающий Всех Благословен Ты Господь Питающий Всех Второе Благословение Которое Произносится Это Благословение Земли Но я Вас еще раз Говорю Не будем Сильно Религиозными Правда А то Можно Был один Такой Благочестивый Иоанн Благочестивый Король Который Собирал Большую Группу Придворных На столе Дымились Всякие Яства Остывали Но Они не Увели Право Кусочка Съесть Пока Не прочтут Все 150 Псалмов Он Очень Любил Благословить Господа Это Второе Благословение Благодарим Тебя Господь Бог Наш За то Что Ты Дал Нам Наследство Нашу Землю Прекрасную И Просторную Правда Вот И Если Мы В гостях У кого-то Так Я всегда Так Говорю Вот И Сас Особенно Улыбается Когда Он У меня В гостях И тоже Говорит Да Значит Вот Я Обычно Так Можешь Благословять Себя Свою Жену Да Благословен Ты Господь Бог Наш Царь Вселенная Да Вот И Благослови Меня И Жену Мою И Детей Моих И все Их Потомство Да А если Я Благословую Хозяину Дома Или Хозяйку Этого Дома Да Благословляю Значит Благослови Господи Хозяина Это Дома Хозяйку Это Дома И все Их Потомство А Когда Стас Приходит У меня В гости И говорит Хозяина Дома И хозяйку дома, и их потомство как он благословляет? Себя благословляет. Вот такая интересная вещь. Хорошо. Есть различные еще благословения, о которых мы сильно углубляться не будем. Но мы давайте еще интересные благословения почитаем. Благословение на выздоровение. Так, вы записывайте по-русски. Я не хочу сильно много понимаете, забивать вашу голову ивритом, да? То, что традиционно произносится на иврите, вы должны знать. Вот это, что я вам сказал, это все выучите. Да. Итак, благословен милосердный царь вселенной, который вернул тебя нам, а не праху земному. Это благословение на выздоровление. И добавляет, что рефуа шлема полного исцеления. Вот. Когда есть добрую весть, человек услышал, он должен благословлять. Да. Благословен ты, Господь, Бог наш. Это не записывайте, я просто хочу, чтобы вы послушали, чтобы во вкус, да? Да, вынувший нас, вынувший тебя нам, а не праху земному. Благословен ты, Господь, Бог наш царь вселенной, который добр и творит добро. А если услышал плохую вещь, мы благословляем, Господа? Да? Благословен ты, Господь, Бог наш царь вселенной, справедливый судья. А если кто-то умер, мы благословляем, Господа? Как мы говорим? Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне, что? Благословенно. Кто так благословил, Господа? Иов, да? У него было много причин благословлять, Господа, правда? Поэтому мы говорим, что евреи благословляют, Господа, да? Если он сломал одну ногу, он благословляет, что не сломал две. Если сломал две, благословляет, что не сломал шею. Все равно есть прийти на благословение Господа. Так, еще у меня есть время, да? Доперирую. Еще одно благословение выучить. И еще одно очень важное благословение. Шегехияну. Шегехияну. Это благословение времени. Видите, когда Бог сдал субботу, да? Он что-то осветил и благословил. И когда праздничный день мы произносим баруха та адонай элогейна. Так, и так далее. Это все у нас А. Шегехияну. Запомните три ключевых слова. В-ки-е-ману. В-ки-ги-яну. Лаз-ман-газе. Так. А ну-ка, давайте. Баруха та адонай элогейну мэли-галям. Шегехияну в-ки-е-ману. В-ки-ги-яну. Лаз-ман-газе. Значит, шегехияну. Так. Это что? Хай. Жизнь, да? Который дал нам жизнь. Ки-е-ману. Мы говорим, поддерживал нас, но буквально оживлял нас. Вы знаете, что Бог вселенную оживляет каждую миллионную долю секунды. В-ки-е-ману. В-ки-ги-яну. Ля-хагия – это достичь, добраться до чего-то, да? И мы дошли до этого времени, да? Что ты дал нам жизнь и поддерживал нас, и дал нам дожить или достигнуть. Лаз-ман-газе. До этого, до этого времени. Да. Лаз-ман до этого, к этому времени, да? Дал нам дожить до этого времени. Лаз-ман-газе. Так, самая короткая медуза, знаете? Не, самая-самая короткая. На украинском языке. Перед перерывом скажу, пойдем на перерыв. Баруха та башамаем, бумаем шамаем. Ха-ха-ха.